Всем привет! На связи Mabu и в сегодняшнем мастер-классе я покажу, как создается бэкэнд под мобильное приложение на фреймворке Laravel, который разрабатывается, которая разработка на этом фреймворке происходит на языке программирования PHP. Итак, что мы будем делать? Смотрите, мы сделаем обычный проект, то есть там будет три вкладки в мобильном приложении, список категорий. Значит, у нас будет список категорий, мы будем нажимать на список категорий, будет выходить экран со списком товаров. При клике, при нажатии на товар будут выходить данные по этому товару. И еще на вкладке товар будут отображаться, на карточке товара будет отображаться также список всех тегов, которые у нас есть под этот товар. Я не буду показывать разработку на стороне мобильного приложения, но я покажу ее, да, то, что все работает. Мы именно уделим... Я о подробностях не буду показывать разработку со стороны Android. Сегодняшний урок именно на цели на то, что вы уже знаете про такие вещи, как Recycler.io и работа с базами данных. Я буду показывать именно разработку со стороны бэкэнда, потому что у нас сегодня разработка бэкэнд части. Как вам начать разрабатывать бэкэнд на системе Laravel? Во-первых, стоит сказать, что Laravel это самый популярный фреймворк для веба на сегодняшний момент. Он занимает первое место по разработке бэкэнда. Именно для веб-части. И поэтому для того, чтобы... Самый простой способ, чтобы не изучать ни докеры, ни вот это подробно заходить. Если у вас в компьютерной системе Windows... Обычно я работаю на майке, но бэкэнты всегда разрабатываю по системе Windows. Потому что меньше багов будет. Значит, если у вас вообще в компьютерной системе Windows... Вообще замечательно. Устанавливаете OS-панель. То есть, что такое OS-панель? Вы просто заходите в сеть. Смотрите, заходите в Яндекс, вводите OpenServerDownload. Но опять же, ссылка на скачивание дистрибутива будет у вас в описании. Заходите на этот сайт. И просто пишите... Нет, хочу просто скачать. Да, уверен, хочу просто скачать. И у вас скачивается OpenServer. Дальше вы его устанавливаете, как обычную программку. В итоге у вас на рабочем столе появится вот такой значок. Зелененький. Жмете. Двора. Вот вы его устанавливаете. Как только он у вас остановился, вы его запускаете. Происходит запуск OpenServer. Вот появляется флажочек внизу красный. Вы кликаете на этот флажочек. И вот зеленый флажок запустить. У вас запускается OpenServer. Стоит сказать так же, что когда вы установите OpenServer, у вас на жестком диске, ну допустим у меня это диск C, создастся специальная папка OSPanel. Заходите сюда, и здесь у вас будет папка Domains, в котором будут храниться все ваши API. То есть API, либо сайты, либо просто API, либо бэкэнд-части. То есть все ваши разработки. То есть по факту домены, да. И что вам нужно в первую очередь сделать? Нам нужно создать домен. Вот кликаем по зеленому флажку дополнительно. И нужно консоль вывести. Запускаем консоль. Сейчас у нас провалится папку OSPanel. Дальше нам нужно провалиться в папку Domains. Для этого вводим CD, вводим Domains, Domains и Enter жмем. Провалились в папку Domains. Создадим нашу папку. У нас проект будет называться SS-Store. Команда mkdir создает папку. Создаем папку и переходим в эту папку CD SS-Store. Установка Laravel возможно с помощью такой вещи, как Compose. Все команды, которые я буду вводить, у вас будут в описании к этому видео, в отдельном файле. Я сейчас все это выведу. Для создания у нас Laravel нам нужна вот такая команда. И Enter жмем. Сейчас у нас происходит процесс установки выбранную нами папку. Это займет некоторое время. Также вам нужен, я буду работать в консоли, когда буду разрабатывать бэкэнд, я буду работать в программке PHP Storm. Вот она, эта программка. Я ее сейчас пока запущу. Вы можете VS Code использовать. PHP Storm, она более удобная, когда мы говорим про разработку на языке PHP. И в данном случае мы будем разрабатывать под Laravel. Вот у нас PHP Storm загрузился. Файл Open. Давайте откроем файл наш. Нам не нужно пойти в папку C. Там есть папка Domains. Вот диск C, папка Domains и у нас две буковки S был проект. Так, давайте свернем сейчас в папку Domains и снова развернем. Вот он, эта папка S.S.T.O.R. Окей. This Windows. В этом окне открываем. Так, смотрим нашу консольку. У нас все установилось. Так, мы находимся в нашей папочке. Теперь очень важное, опять же у вас этот будет код. Смотрите, мой флаг, мои, значит, что нам нужно сделать? Нам нужно, чтобы вот здесь, в Open Server, в моих проектах, отобразился наш проект. Его сейчас нет. Чтобы он здесь отобразился, нам нужно зайти вот сюда и перезапустить проект. Пока он перезапускается, ну, да, сейчас запустим, я хочу вам показать, для чего я буду делать следующие вещи. Все, запустился, флажок, мои проекты, вот, S.T.O.R. Так, у меня открылся. И вот, посмотрите, что происходит. У нас, когда мы переходим по нашему домену, у нас отображается не сам лицо сайта, да, у нас отображается именно не сам API, да, не сам наш backend, а список файлов. Потому что, если мы перейдем в папку Public, уже отображается наше лицо, наш фронтенд, да, наши API для backend, для мобильного приложения. Но нам нужно, чтобы этот экранчик у нас отображался вот непосредственно, когда мы заходим по доменному имени. Что, как это сделать? Вот, идем, вот вам нужно, опять же, этот код будет у вас прикреплен под видео, в специальном файле. Копируем этот код, идем с вами в PHP Storm, вот там, где файл .nv, мы здесь должны на него встать, правой кнопкой мыши, new file . Создаем файл .staces. И сюда вставляем скопированный код, потом все это сохраняем, идем, ctrl-less нажал для сохранения, идем сюда и обновляем. Давайте. А, я неправильно назвал файл. Refactor rename. Вот так вот должен файл называться. Вот, видите, он у меня уже окрасился, с такой карандашом встал, вот окрасился, теперь все правильно сохраняем. И теперь давайте обновим. Вот, теперь у нас, когда мы заходим на домен, по ссылке, у нас правильно отображается все. Как я сказал ранее, у нас будут с вами, да, мы будем отображать категории, мы хотим отображать товары, товар и теги для этого товара в приложении. Для этого нам нужно три модели. Модель категорий, модель товаров, модель тегов. То есть, по аналогии, как вы знаете при разработке, у нас таблицу базы данных, давайте, вдруг не знаете. База данных одна. В этой базе данных будет множество таблиц, в которых мы будем выгружать данные. Но сама база данных одна. Поэтому нужно для начала создать нам эту базу данных. Если вы работаете с OpenServer, просто берете на зеленый флажок дополнительно phpMyAdmin. Всегда будет у phpMyAdmin, у S-панели, логин root, пароля не будет. Вот так будете заходить, но мне сейчас в этом откроется, в опере. Я хочу оперу скрыть. Здесь я просто введу phpMyAdmin. У вас автоматически в вашем браузере все это откроется. Если вы сделаете так, как я вам показал, через флажок этот. Авторизация. Кликаем создать базу данных. Имя базы данных. S-TOR. Создать. Создалась база данных. Идем сюда. В phpStorm. Нам нужен вот этот файл. phpMyAdmin. Заходим сюда. Указываем. Где у нас данные? По базе данных. Вот. Вот. Значит, у нас база данных не лоровый. А называется S-TOR. Смотрите. Значит, папочка App. Папка Model. Здесь у нас должны лежать все модельки. По умолчанию здесь есть модель User. Пользователь для аутентификации. В Laravel. Самая крутая система аутентификации. Авторизации. Регистрации. Всего вот этого сделано. Поэтому нам нужно создать модельки. Опять я буду... Весь код у вас будет, который я ввожу в консоли, будет под видео. Значит, мы идем в предыдущие файлы. Мне нужен файл, который называется ORM-терминал. Значит, мы работаем с базой данных с помощью специальной ORM-системы, которая встроена в Laravel. Нам нужно создать модель. Для создания модели с файлом миграции, я потом покажу, как работает файл миграции, нужно вводить вот такую команду. Значит, мы идем теперь сюда, в нашу вот эту... В нашу консольку и вставляем вот эту команду. Вот здесь, значит, что нам нужно создать модель, которая называется категори. В единственном числе обязательно категори. Создаем Enter, жмем. Создавалась модель. Дальше нужно создать модельку Product. И создать модельку Tag. Но смотрите, в чем фишка. У нас будут взаимосвязи. Есть взаимосвязь один к одному, который практически никогда не используется. Один ко многим, многое ко многим. То есть, что это значит? У нас вот, смотрите, категории товары, теги. У нас товар может относиться только к одной категории. То есть, один товар может относиться к одной категории, но при этом в одной категории может быть множество товаров. Это связь один ко многим. В одной категории множество товаров. Далее, у нас у одного товара может быть много тегов, у одного тега будет много товаров. Это отношение многое ко многим. Для реализации отношений многое ко многим, нужна специальная таблица посредник. И под специальную таблицу посредник создавать модель отдельно не надо, нужно просто создать миграцию. Для создания файла миграции, сейчас я найду у себя этот код. Терминал по миграции датабейс называется. Вот оно. Для создания базы. Так, идем. В общем, у нас будут здесь две таблицы. Соединять получается продукт и тег. Продукт и тег. Причем, как правильно называть? Первым названием таблицы должна быть та... Короче, первой таблицей должна быть та, которая идет первой по алфавитному порядку. То есть, продукт, п, идет по алфавиту раньше, чем буква т, текс. Поэтому и в единственном числе называем. То есть, пишем продукт, нижнее подчеркивание, тег. В единственном числе... Вот эту таблицу посредник нужно оставлять в единственном числе в алфавитном порядке. Продукт и тег. Энтер. Отлично. Вот смотрите, у нас есть модели. Они будут... Мы с ними будем... Мы с ними будем работать как с данными. То есть, это данные. Но для того, чтобы мы могли... Ну, как будет происходить общение? Мы будем стучаться в нашем мобильном приложении до определенного. Мы будем стучаться в определенный... По определенному юрлу. И по этому юрлу мы должны будем получать данные. Вот когда мы будем стучаться по определенной ссылке, должен у нас быть некий класс, который будет понимать, что мы хотим сделать в этот момент. За этими классами в Laravel являются контроллеры. Потому что здесь по умолчанию идет архитектура MVC. Нам нужно создать контроллеры. Так, сейчас я выведу код, который нужен для создания контроллеров. Вот Artisan. Вот контроллеры. Давайте я еще покажу, где контроллеры у нас располагаются. Контроллеры у нас... Вот видите, модельки появились. Контроллеры у нас... В HTTP. Контроллер. Есть базовый класс контроллера, которого мы будем наследоваться. Поэтому здесь мы должны с вами создать первый контроллер, который будет называться у нас... Нам не нужна иерархия папок, поэтому здесь мы будем проще действовать. Значит, будет категории контроллер. Дальше у нас будет продукт контроллер. У нас будет тег контроллер. Все отлично, контроллеры у нас должны созданы быть. Вот они и не созданы. Теперь у нас есть... Давайте определим взаимосвязь. Даже не взаимосвязь, мы настроим наши таблички базы данных. Вот папочка Database, Migrations. Вот они все наши миграции созданы. Начнем с категории. Заходим в папочку File, Create, категорию Stable. И здесь будем описывать. Это вот наши модельки, наша структура таблицы базы данных. Здесь, значит, ID-шник у нас идет через тип Increments. Он у нас будет в поле ID. Дальше у нас будет название. Так, что-то я не тут сделаю. Дальше у нас будет Table. Название категории будет иметь тип String, то есть строка. Будет иметь название поле это Name. Причем это поле не будет иметь нулабельное. То есть для его создания нужно обязательно что-то указывать. Поэтому я говорю нулабел False. И это поле мы сделаем как бы уникальным. Я говорю, что Unique True. То есть поле уникальное должно быть уникальным. Дальше. Ну, в принципе, можно что здесь еще указать. У нас это категория, да? Ну, в принципе, могли бы изображения какие-то поставить. Но не будем заморачиваться. Этого хватит. Ctrl-L, сохраняем все это дело. Идем дальше в продукт. В таблицу продукт. Здесь также у нас Increments, то есть ID. Дальше у нас табличка в продукте будет Table. Пусть будет тип String. У нас будет Name, название товара. Причем товар, название не может быть нулабельным, да? То есть False. Оно также у нас будет какое-то уникальное, чтобы товары не повторялись. Unique True. Unique True. Отлично. И что мы можем сделать? Мы укажем максимальное количество символов для этого поля. Допустим, 100 символов. Достаточно. Дальше я буду... Дальше давайте мы сделаем цену для товара. Цена будет у нас число. Тип числа, Integer. Будет у нас Price. Дальше у нас будет поле... Поле-поле... Ну, собственно, описание товара. У нас будет большим текстовым, поэтому тип Text. Desk. Так, и у нас будет еще... У нас же связь с категориями один ко многим, то есть одна категория будет множество товаров иметь. Поэтому здесь мы указываем принадлежность к категории Table. У нас тип Integer, у которой будет поле. Обязательно называем вот так вот. Категории ID. Все, сохраняемся. И таблица базы данных Tag у нас будет здесь также в качестве IDшника тип поля Increments. Ключ ID. Название поля ID. И будет название у нас чисто... Название нашего тега String, тип String, Name. Все. И у нас же, как вы помните, связь многое ко многим в таблице Tag. Таблица Tag. Одно многое ко многим связь с продуктами. То есть есть таблица Посредник. Здесь у нас связь будет, IDшник связи, тип Increments, IDшник. Поле называется ID. Далее нам нужно указать, нам нужно указать, собственно, два поля, которые мы связываем. Значит, сначала мы связываем по алфавитному порядку. Опять же, это тип Integer. Называется Product ID. То есть ID товара. У нас, давайте, ну, Label False. Давайте скопируем, чтобы больше времени не тратить. И второе поле, которое мы будем связывать, это Tag ID. То есть продукт связываем с тегом. Tag ID. Label False. Сохраняемся. Так. И нужно еще взаимосвязи прописать нам. Значит, идем в... Значит, у нас первая взаимосвязь одна ко многим. То есть одна категория. Опять же, в модельку заходим. Категории, да. Здесь создаем функцию. Даже не просто. Functions. Product. То есть одна категория содержит какие-то товары. Значит, и, собственно, эта функция должна возвращать нам типа товары. Здесь указываем. Указывая на этот объект, да. И указываем связь has to money. Один ко многим. То есть одна категория может содержать множество товаров. Здесь мы должны указать модель, которая должна подставлять нам товары. В данном случае это модель product. И класс. Сколько я помню, так, если что, поменяем. Дальше копируем этот метод. Идем в продукт. И нужно показать обратную связь категория. Так, я что-то неправильно скопировал сейчас. А здесь мы будем в категории. Получать категорию. Здесь, обратная связь указывается как belongs to. Но только моделька идет у нас в категории. Вот. Отлично. Так. И теперь у нас продукты относятся к тегам. К тегу, как многое, ко многим. К продуктам тоже многое, ко многим. Здесь создаем, опять же, этот класс товары. Мы здесь будем получать теги. Много тегов. И здесь, так как у нас таблица посредник, у нас связь будет вот такая belongs to money. belongs to money. И указываем здесь класс тег. Модель тега. А в теге, в классе тег, модельки мы должны, наоборот, получить товары, множество товара. И модельку продкуса. Все. Все мы сделали. Давайте везде посохраняем. Это все дело. Так. И теперь мы идем в консоль и вводим команду php artisan migrate. То есть, делаем мне миграцию в мою базу данных. Enter. Прошли миграции. Идем в наш... Вот наша табличка. Давайте обновимся. Чтобы точно, наверняка. Вот install. Давайте. Вот создана табличка categories. Да. Дальше products. Tags. И product tag как таблица посредник. Далее, что мы должны с вами сделать. Значит, далее. Нам, собственно, нужно пути создать. Для обращения к нашему API. У нас есть папочка root. Здесь есть vp.hp. Вот путь. Вот этот путь, он как раз таки срабатывал, когда мы заходили на главную страницу домена. И выезжали данные поларовые. Нам нужно создать первый путь по получению всех категорий. Мы обращаемся к классу root. Указываем тип образа. Get. Указываем ссылку, по которой будем идти. То есть, это categories. Далее, мы должны поставить запятую. И здесь указать контроллер, который будет срабатывать. Вместе с методом. Значит, у нас за... У нас за получение категории мы создали специальный контроллер категории контроллера. Здесь создаем functions. Назовем load. Давайте так лучше. L categories. Все категории. Будет метод. Где здесь мы будем возвращать. Обращаемся к модели категории. И L. Специальный метод L срабатывает, который будет возвращать все категории. Давайте скопируем вот этот метод названия, чтобы не вводить. И возвращаемся в IPHP. Здесь указываем контроллер, который будет работать у нас. Категории контроллер. Класс. Ставим запятую. И в кавычках L categories. Теперь давайте пойдем в нашу базу данных в категории. И сюда вставим несколько записей. У нас будет продажа техники Apple, поэтому здесь у нас будет айфоны и макбуки. Все просто. Не будет сильно тут рассоздаваться. Все нужно для примеров. Вот. Давайте перейдем в категории. Вот у нас созданы айфоны и макбуки. Вам понадобится программка. Вы можете опять установить. Ссылка на установку этой программки будет у вас в описании к видео. Остма называется. То есть в бакэнде без нее никуда. Есть инсобния, но, честно говоря, я не понимаю, зачем она нужна. Вот. У нас загружается программка. Давайте я сейчас зайду к нам сюда. Скопирую. Зайду вот как раз таки скопирую адрес нашего домена. Безадресный старикей браузер. Дальше я иду теперь постным. Вот. Отлично. Мы можем создать, вот сюда нажать создать новую вкладку. Вот. Здесь, да, мы выбираем, конечно же, get запрос. Здесь у нас ссылка на наш сайт, да, и давайте посмотрим, как же мы назвали наш путь, мы назвали его вот так вот, категория. Отправляем запрос. и вот нам вернулись наши данные, значит, наша API работает. Отлично. Теперь давайте идем дальше. Нам нужно будет получать товары определенной категории. опять же, путь root get путь будет называться products тире category но нам нужно получить товар определенной категории, поэтому здесь, да, кстати говоря, я вот здесь не поставил slash и, ну, нам нужно будет сюда передавать параметр. Параметр ставим slash и вот таких скобочков передаем параметр id category, то есть id-шник категорий, который мы будем передавать. Далее у нас срабатывать будет уже контроллер, который называется product controller. Класс. Идем в product controller. Здесь мы создаем функцию functions. Давайте сначала вернем все товары. Я вам хочу просто продемонстрировать. functions l давайте значит метод будет продукт сюда будет приходить да, в php перемены начинаются со знака доллара. id кой категории. Передаем перемену id категории, кило функции, return, возвращаем давайте сначала все продукты return products l так отлично вроде все, ну-ка давайте теперь получим product а мы не не получим products потому что у нас их еще нет сейчас и во-первых у нас вот так вот должно быть это я сейчас конечно ошибся получаем путь products category передаем категорию 1 сейчас send store products теперь идем в базу данных и давайте создадим товары по базу продукт давайте ставить допустим iphone 15 price там 170 пусть тысяч там описание не важно категория это iphone категория 1 потому что в таблице категории или категория iphone оно под адишником 1 у нас стоит и здесь давайте iphone 13 78 тысяч цена пусть будет какое-то описание категория 1 вперед и также снова на проду жмем и еще раз вставить здесь у нас макбук air цена 113 тысяч какое-то описание айтишник 2 там здесь пусть там макбук про пусть будет цена там пусть будет 220 тысяч описание какое-то категория 2 вперед вот у нас уже есть продукции продукты какие-то теперь идем в постман и пробуем получить у нас какие-то выходят проблемы да то есть идем проверяйся значит продукт категории слэш срабатывает продукт контроллер класс давайте сохраним идем продукт контроллер а конечно же я не указал метод скопируем метод ставим ставим запятую и указываем метод и теперь можно пойти в пост пост отправить и собственно получаем все товары но это не то что мы хотим мы хотим получать товары определенной категории но если мы с вами посмотрим на модель категорий да у нас есть здесь взаимосвязь которая через которой мы можем получить все продукции и если мы с вами сейчас постучимся во все категории то есть мы постучимся с вами во все категории значит смотрите мы когда обращаемся давайте лишний слэш уберем мы то есть мы идем с вами по этому мы идем по юрлу то есть мы обращаемся по адресу продукт категории и говори и мы должны передать айдишник категории чьи товары нужно отобразить мы даем сюда айди категории 1 и срабатывает этот метод продукт контроллер продукт идем значит продукт контроллер и вот сюда как раз таки в эту перемену попадает наш айдишник запроса но тут мы сейчас методе возвращаем все товары и поэтому у нас собственно все товары как нам отобразить товары определенной категории для этого внутри мне тогда создаем переменную категории так какая категории обращаемся к соответствующей модели категории используем query запрос и используем такую вещь как find то есть функцию find и эта функция она позволяет получить категорию определенного айдишника айдишник категории у нас содержится в переменной id категории которую мы мы здесь как раз таки и указываем вот и далее что нам нужно сделать дальше далее мы возвращаем вот эту как раз таки категорию и в котлене у нас обращение там к методам класса к объектам ну к каким-то полям класса через точку в php в oop используется вместо точки вот такая стрелка и давайте вспомним что у нас в категории модел есть специальный метод продукт который позволяет получать как раз таки все товары определенной категории и поэтому мы просто здесь указываем продукт давайте теперь перейдем сюда и вот в категорию 1 сделаем запрос и сейчас у нас получаем только айфоны потому что мы указали первую категорию но если мы укажем вторую категорию макбуков у нас будут только макбуки но это еще не все как вы помните мы при нажатии на товар должны получать данные конкретного товара поэтому давайте создадим продукт контроллер функцию функ функ инфо продукт функция функция инфо продукт и здесь по-хорошему нужно сюда должен приходить айдишник продукта айди продукт да а здесь мы должны возвращать модель продукт квэри все так же файд а сюда должен прилетать айдишник товара то есть возвращаем товар определенного айдишника айди продукт и теперь что нам нужно сделать еще и сюда веб вернуться вернуться и на прописать путь путь root get слэш и фор продукт листочка запятой дальше говорим давай-ка продукт контроллер а у продукта контроллера у нас как раз таки за это отвечает метод инфопродукт но при этом мы должны здесь сюда пробрасывать определенный айдишник товара да айди продукт контрол с давайте мы сейчас скопируем этот путь пойдем в наш постман здесь инфопродукт и передадим передадим айдишник третий по макбук это должен быть вот пожалуйста получаем данные определенного товара айдишник два получаем данные другого товара но карточки товара мы хотели бы еще получить теги мы хотим получить теги определенного товара да поэтому у нас есть конечно же тег контроллер не зря что мы его создали здесь создаем функцию тег сюда должен приходить айди продукт айдишник определенного товара здесь мы должны с вами делать return здесь мы должны делать вот так вот продукт получать продукт здесь мы должны когда мы получаем продукт мы должны с вами обращаться обращаемся к модельке продукт query find получаем определенный товар и дальше с помощью цикла for each мы проходимся продукт у товара у нас есть специальный метод в модельке товар есть специальный метод tags который будет возвращать теги tags и проходимся вот по этому объекту с помощью допустим переменной тег да только я оператором ошибся as tag и давайте распечатаем тег так это мы сделали метод и давайте вернемся в и чтобы много не вводить мы будем получать тег тег теги товара по факту тег но при этом нужно будет передавать айдишник товара сайте продукт здесь у нас тег контроллер тег контроллере метод называется у нас тег а ну-ка давайте попробуем в постмане но дело в том что у нас тегов то еще нет мы говорим давай загружай теги айдишника товара с айдишником единица у нас то нету тегов мы не завели но давайте заведем тег теги заведем сейчас так сюда идем значит во первых идем в табличку таблицу базы данных тег давайте заведем несколько тегов во первых первый тег это фон фон да допустим а здесь заведем тег бук нот ноутбук нот пусть будет ну хорошо пусть так ноутбук для примера просто вперед хорошо и идем теперь в базу данных продукт стег и создаем значит связи первая связь у нас продукт айди айфон да продукт айти два это второй айфон тег айди у нас под первым айдишникам таблицы базы данных тег как раз таки фон и здесь тег единица фон вперед и еще раз связь создаем ставить у нас айдишник 3 и айдишник 4 это два макбука а ноутбуки у нас в таблице тег под айдишником 2 вот так вперед то есть теги 1 2 фон ноутбук и вот отношение нашей нашей базы данных и теперь давайте отправим значит смотрите как мы будем получать теги у нас есть функция создавая функцию тег сюда будет приходить айдишник товара получаем наш товар по определенному айдишнику далее проходимся по этому товару именно по тегам которые он содержит проходим циклами проходимся вот этой переменной который мы создаем и затем возвращаем не просто тег тег теги которые есть у этого товара а возвращаем их атрибут name почему name потому что в тег так где у нас здесь тег тег у нас есть поля name нас интересует именно название тегов то есть мы получаем товар проходимся поэтому поэтому у этого товара по тегам откуда у нас теги у товара собственно вот от этой связи и проходимся вот переменные тег по этому циклу и возвращаем название тегов собственно давайте попробуем передаем передаем теги первого товара эти товары это ноутбук ноутбук второй товар это телефон работает итак мы с вами организовали что мы с вами организовали получение категорий получения продуктов определенной категории получения информации по товару и получения тегов которые есть данного товара все теперь нам нужно скажем так закинуть это все на хостинг задеплоить и собственно переходить на сторону получения мобильного приложения бэкгент у нас готов как нам все это задеплоить короче я пользуюсь бэггетом давайте пойдем бэггет вот мы идем в бэггет значит так у вас должен быть домен или поддомен то есть что такое домен ну например магазин одежда lamoda.ru это домен ну например если вы продаете там магазин у вас shop.ru ваш адрес это домен а допустим определенный товар там не знаю там кеды хотите продавать на отдельном сайте на отдельном домене то создаете поддомен в рамках этого домена keds.shops.ru это позволяет в рамках одного домена иметь множество сайтов и не платить за каждый новый домен по факту в рамках разработки мобильного приложения домены нам нужны для того чтобы подключаться к определенному аппи мы создали с вами аппи для магазина его нужно разместить теперь на домене я размещу на своем поддомене к этому домены поддомены домены .ru это мой поддомен он должен пройти время пока он зарегистрируется но пока что он регистрируется активируется вернее нам ничего не позволяет нам ничто не мешает пока сделать настройку сайта вот вот на мой список сайтов вот она сайт созданstormобл.ру вот директория проваливаясь директорию открывается файловый менеджер мой паблика html папка файл индекс мне пока не нужен удаляем сейчас нужно загрузить файлы нашего сайта идем с вами диск с у нас есть ойс пайна здесь папочка домен здесь мы создали с вами директорию sstore давайте ее заархивируем эту папку полностью добавить в архив идет архив но пока делаем мы скачиваем архив мы идем в нашу базу данных здесь у нас вот она эта база данных sstore делаем экспорт так экспорт загрузки это все падает сейчас у меня так идем с вами на хостинг здесь да хостинг mysql мазбас создаем базу данных sstore в деките имя базы данных и имя пользователя совпадает для того чтобы не потерять все это делая текстовый файл какой-нибудь сейчас откроем давайте пока здесь куда-нибудь охраним это название базы данных пароль будет базы данных данных галочка стоит добавить здесь значит идем нашу эту созданную базу данных она в самом низу нужно вот значок php my admin проходим эту панель делаем импорт выбираем выберите файл он у нас скачал сформировался в загрузках вот этот файл стор подсоединяем вперед он у нас спешно загружен вот собственно все наши таблички что мы создавали теперь нам нужно да кстати говоря все консолька нам не нужна можем закрывать там вот этот php my admin вернее php что нам тоже уже не нужен все можно закрывать php шторм мы уже весь бэкэн с вами сделали закрываем постман тоже все не нужен мы ждем сейчас именно когда у нас до архивируется файлы они у нас вот они архивируются давайте дождемся и потом делаем все остальное значит продолжу продолжу значит у нас все значит смотрите у нас все архивировалось давайте загрузим файлы загрузка 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 довольно должно быстро загрузиться потому что там ни картинок ничего нету про просто опишка опишка наша все загрузилось закрываем здесь берем мы давайте распакуем архив идет тоже не должно долго по времени занять теперь можно этот архив удаляется удаляется я иду в папочку да она даже ну ладно пусть и файлы и приносим на уровень наверх мы все так раз таки папочку берем вернулись наверх папочку и store можно удалить теперь смотрите мышь здесь данные где мы тут его найти данные по базе от по базе данных данные вот вот имя база данных мы скопировали да и мы идем здесь вот файлы нашего от нашей эпишки у нас есть пап файл да у нас значит база данных называется мобус торг для пользователя как стал бы видите такой же и вот он пароль пароль вот он файл сохранить теперь мы идем с вами хостинг сайты и у нас вот он и storm вот смотрите storm обу ну и давайте посмотрим сработает ли все это дело обращаемся категории вот они категории давайте даже все таки наверно зря постман закрыл давайте у нас столько у нас уже меньше есть под это дело уже нужно вот-вот мы теги получаем товара да только давайте уже домен наш полим и отправим запрос вот все работает мы уже работаем непосредственно с нашим доменом сети то есть мы api с вами создали и теперь нужно перейти на сторону мобильного приложения настроить всю эту всю эту отправку прием вот это все дело вы пожалуйста мы с вами разработали такой простенький бэкэнд свою api для работу для работы с нашим мобильным приложением на этом мастер-класс закончен далее для того чтобы мы могли получить эти данные нам нужно уже я надеюсь вы уже знаете как это делается перейти мобильное приложение создать android проекта то есть перейти в android studio создать проект android создать и нижнюю навигационную панель bottom navigation создать допустим те же фрагменты по для категории для для товаров и отдельная еще экран для карточки с товаром и и просто нужно получить эти данные к себе мобильное приложение через специальную библиотеку retrofit если вдруг вы не знаете как это сделать то пишите свои комментарии под этим видео возможно я запишу мастер-класс как бы продолжение этого мастер-класса но основа идеи этого мастер-класса было в том что показать вам как очень просто без глубоких знаний бэкэнда android разработчик может разработать свой бэкэнд для своего мобильного приложения лара вы позволяет это делать очень просто без особо глубоких знаний и поэтому конечно же берите себе на вооружение этот подход тем более лара вы использует язык печки который собственно и создавался лишь только для этих целей на сегодня у меня все до встречи на следующих эфирах давно не было видео было слишком много заказов сейчас я надеюсь мы ситуацию исправим в общем на мне на сегодня все всем пока